Заседание Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства прошло в Наринмаре. На встрече собравшиеся подвели итоги совместной работы мэрии с бизнес-сообществом. А приятным моментом стало награждение участников муниципальных конкурсов. Подробности далее. Объем финансовой поддержки предпринимателей в 2021 году составил более 3 миллионов рублей. Только в начале ноября в муниципалитет поступило 33 обращения за финансовой помощью. До конца года эта цифра еще увеличится, уверены в мэрии. Востребованы все виды поддержки от участия в профессиональных конкурсах до выдачи грантов начинающим предпринимателям. Традиционно самыми востребованными среди бизнесменов считаются субсидия на возмещение части затрат за аренду помещений, выплата по возмещению части затрат на приобретение и доставку имущества. На официальном сайте администрации создан специальный раздел, который размещен в вкладке «Деятельность», «Экономика», «Оценка регулирующего воздействия» и «Экспертиза действующих нормативных актов», где размещаются необходимые документы для проведения оценки регулирующего воздействия. В 2021 году для проведения оценки регулирующего воздействия в управление поступило 12 проектов нормативно-правовых актов. По семи из них прошли публичные консультации. Заключения о проведении оценки регулирующего воздействия составлены и размещены на сайте. Индивидуальный предприниматель Анна Сылка, руководитель студии «Красоты», предложила добавить перечень новым видам поддержки, предусмотреть субсидию на возмещение затрат на покупку одноразовых масок и антисептиков. А на перчатки, которые там стоили, например, за пачку 800-900 рублей нитриловые, сейчас это стоит в районе полутора тысяч. Ну, как бы, если очень там напрячься, поискать где-нибудь там. Ну, опять же, вот, например, мы искали-искали, пока мы искали, уже дорога закрылась. Вот, как бы, качественные, в пределах полутора тысяч за упаковку. Ну, это прям очень много. Вот, и, ну, хотя бы хоть какая-то субсидия была бы небольшая, да, там, в пределах, может быть, даже 50 тысяч рублей, нам бы это все равно как какое-то подспорье было. Обсудили на заседании требования к внешнему виду торговых ларьков. Они были разработаны для формирования единства архитектурно-эстетического облика Нарьинмара и повышения удобства и функциональности осуществления торговой деятельности. Предприниматели обязаны были заменить морально и физически устаревшие тонеры на новые нестационарные торговые объекты, выполненные в определенной стилистике. А муниципалитет взял на себя обязательства по возмещению части затрат. Глава Нарьинмара Олег Белак поблагодарил предпринимателей за активность и деятельное участие в жизни города. На мой взгляд, вы являетесь такими островками надежды и уверенности. То есть, когда мы работаем с такими большими инфраструктурными предприятиями, то есть мы на это можем повлиять. А вы очень часто работаете непосредственно с горожанами и жителями. И от того, насколько вы успешно работаете, зависит эмоциональное самочувствие. А я думаю, за это время, когда мы очень долгое время, скажем так, сидим на изоляции, потому что если вы читаете, изучаете литературу, познаете себя. И, пожалуй, самым приятным моментом на координационном совете стало награждение участников муниципальных конкурсов. 15 октября в Нарьинмаре выбирали лучших кондитеров в конкурсе профессионального мастерства. И сейчас пришло время получить заслуженные награды. В этом году свои таланты демонстрировали четверо кондитеров. Вне конкурса участвовали двое начинающих кулинаров. Кроме того, дипломы и памятные подарки получили и участники творческого конкурса видеороликов. Осторожно, в кадре еж и другие любимые питомцы. Ольга Русул, Владислав Носкин, Телеканал Север.